Мы с вами подошли сегодня к самому ответственному и завершающему этапу утвердения бюджета и главного финансового документа на 2017 год, по которому мы будем сверять нашу деятельность в течение целого года. Данный документ был сформирован в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, исходя из перспективных и текущих задач социально-экономической ситуации муниципия. При составлении проекта бюджета были использованы показатели социально-экономического развития муниципия за текущие и предыдущие годы, а также сохранение социальной направленности, о чем говорилось при рассмотрении бюджета в первом чтении. Итак, в первом чтении доходная часть бюджета была установлена в сумме 422 миллиона 812,3 тысячи лей, расходная на уровне 423 миллиона 812,3 с дефицитом в 1 миллион лей. В ходе обсуждения было высказано много дельных предложений, которые практически касались как объема дохода, так и расхода. Согласительная комиссия, сформированная вами, за этот период работала конструктивно и рассмотрела буквально все предложения, поступившие в ходе обсуждения. Разрешите мне довести до вашего сведения их результаты. Итак, по доходной части бюджета. По результатам рождаемого исполнения 2016 года были пересмотрены и увеличены следующие доходные источники. На 2 миллиона 200 увеличен налог на доходы удерживаемые заработные платы. На 200 тысяч лей увеличен земельный налог на участки дне сельскохозяйственного назначения. На 100 тысяч увеличен сбор за благоустройство территории. На 530 тысяч увеличен рыночный сбор, так и к его предложению в согласительной комиссии были увеличены ставки по рыночному сбору. С 60 леев на 70 до 70 леев для одного квадратного метра и на 30 леев с одного квадратного метра для других невещевых рынков. На 530 тысяч леев увеличен сбор за объекты торговли и объекты по оказанию услуг. Хочется сказать, что по всем этим вопросам, именно касающимся этого увеличения сбора, было рассмотрено конкретно на всех заседаниях специализированных комиссий, по которым получили одобрение. Для ветеринарных аптек установлен дополнительный коэффициент 0,1. И для аптек, занимающихся изготовлением лекарств, установлен дополнительный коэффициент 0,5. Поэтому, учитывая все эти изменения и ставки, в которых я сказал, доходная часть увеличилась на 3 млн 566,4 тысячи лет. Далее, согласно проекту закона о государственном бюджете на 2017 год, нашему муниципальному бюджету дополнительно увеличили трансперты на сумму 3 млн 972,3 тысячи лет. А именно, 1 млн 406,3 для народного образования, 2 млн 138,5 для социального блока, на 152,5 это трансперты специального назначения на спортивную школу, на 275 тысячи лет добавлены прочие текущие трансперты. Итак, таким образом, у нас получилась и согласительная комиссия представляет на ваше рассмотрение, представляем совету, значит, доходы муниципального бюджета на 2017 год в объеме 430 млн 445 тысяч леев. По расходной части бюджета, за счет увеличения транспертов из государственного бюджета на 3 млн 972,3 тысячи, расходы возрастут по следующим отраслям. По отрасли культура, спорт и молодежь на 125,5 тысячи лет по спортивной школе футбола. По отрасли образования на 1 млн 406, это для педагогических кадров в связи со снижением до 75% педагогической нагрузки первые 3 года. И по оплате в пределах должностного плата. По отрасли социальная защита 2 млн 413,5 тысячи леев. В том числе на содержание социального центра ВЯЦА КУСПИРАНЦИИ, ВИЧСПИД 1 млн 182 тысячи леев. Социального центра СОЧИС 803 тысячи леев. На повышение оплаты труда на 20% социальным работникам 275 тысячи, компенсационные выплаты молодым специалистам 57,5 тысячи и пособия детям, оставшиеся без попечения родителей 96 тысячи леев. За счет внутренних источников с увеличением доходов на 3 млн 560,4, расходы возрастут по следующим направлениям. Я проинформирую вас в порядке согласно бюджетной классификации. По группе расходов государственной услуги общего назначения на 259,9 тысячи леев, что целесообразно направить на увеличение резервного фонда. По отрасли жилищного и коммунального хозяйства на 1 млн 958,9 тысячи леев, в том числе на ремонт остановочных павильонов 178,9 тысячи, на модернизацию лифтов 430 тысячи, на строительство системы классификальной канализации по улице Пушкина, Московская и Мирча-Чарбатрин 250 тысяч, на устройство новой территории под городское кладбище в районе микрорайона Молодого 700 тысяч леев, на строительство приюта для бездомных животных 400 тысяч леев. По отрасли здравоохранения увеличится на 680 тысяч леев, в том числе в муниципальной клинической больнице 350 тысяч леев на ремонтные работы блока Г, в центру семейных врачей 200 тысяч леев на приобретение кольпоскопа для обследования онкобольных и стоматологическому центру 130 тысяч леев на ремонт фасадов. По отрасли культуры, спорт, молодежь увеличится на 743 тысячи, на капитальный ремонт крови центра культуры молодежи 100 тысяч, дома культуры флагера 95 тысяч, клуба ветеран 100 тысяч, музея Кантемир 148 тысяч, муниципального ДХ Реут-Новес 70 тысяч, спорт школы номер один, ремонт 200 тысяч леев, этнокультурным организациям 30 тысяч, по отрасли образования увеличится на 640 и 60 тысяч леев, в том числе на капитальный ремонт лагеря олимпийц 100 тысяч, школы изобразительного искусства 90 тысяч, на обеды школьникам 5-12 классов из числа социально незащищенных семей 450 и 1,6 тысяч, то есть повышена денежная норма с 8 до 12 леев. По отрасли социальная защита увеличение на 80 тысяч, на питание социальному центру рентуальчеры 50 тысяч и ДРУМС приказы 30 тысяч леев. Таким образом, за счет указанных изменений, а именно трансфертов и доходов, расходная часть увеличится на 7 миллионов 532,7 миллиона леев. Таким образом, в целом, расходная часть бюджета предлагается утвердить в сумме 431 миллион 345 тысяч леев и сохранением дефицита 1 миллион леев, который будет покрыт от продажи фиксированных активов. Итак, уважаемые советники, согласительная комиссия просит вас на основании высказанного утвердить бюджет 2017 года всего дохода 430 миллионов 345 тысяч и в объеме расходов 431 миллион 345 тысяч леев. Это параметры предлагаются согласительной комиссии на ваше рассмотрение. Получив ваше одобрение, это послужит отправной точкой для деятельности Примарии приступить немедленно к исполнению принятых обязательств, именно отраженных в бюджете на 2017 год. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Я хочу поблагодарить вас за ту работу, которая была проведена. Я вам должен сказать, что работа, как было сказано, нелегкая, очень сложная. Но благодаря всем советникам, я особенно хочу отметить, значит, членов или ваших представителей согласительной комиссии, все специализированные комиссии, которые очень добротушно высказывали те замечания, те предложения. И мне кажется, что мы нашли консенс, поэтому я благодарю вас за ту работу, которую вы проделали вместе с нами. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество в течение года по исполнению тех показателей, которые заложены. Очень непростая задача для нас. И самое главное, что мы сохраним социальный вектор.